Мы сегодня будем готовить Костромские щи. Кострома будут прекрасны. Мы что-то в прошлый раз были там. Шеф Шаров, в смысле, не Шары имеет он. Хотя и это тоже. Работаем? Все готовы? Да. Погнали. Мы сегодня будем готовить Костромские щи, потому что вообще в России много людей. Много разных мнений. Все время какие-то споры возникают на канале. А Алексей родом из Костромы. И Костромские щи, так скажем, из первых рук сегодня будут здесь. Я буду помогать. Все, предоставляю. В первую очередь это щеница. Вот такая баночка. Я взял ее на рынке. Вчера было минус 25. Щеница это вот крошевая из серых внешних листьев капусты. Да, где-то она называется крошево, где-то щеница, где-то щеница. Кострома город прекрасный. Мы что-то в прошлый раз были там, а как-то всего два дня. И мы что-то не поняли вообще, где мы побывали. Но мы что-то нечего-то не поглядели. Хотя там у нас какая-то экскурсия была. Еще что-то и в ресторане в каком-то мы посидели русской кухне. И жили мы вот в этом здании высоком, которое... Волгина, наверное, в Волге, да. Ну, это в советских времен еще гостиница. Ну, ты положишь. Тянемся. Ладно, хорошо. Так, моторы. Если, например, идешь к мою в гости, поднимаешь, например, на пятый этаж или на четвертый, и понимаешь, ага, вот на втором валят щи, на третьем все уже, на четвертом все завидуют. А, все уже, да. Эту фразу еще раз можно повторить, и кает что-то. На втором этаже во все раздается прямо такой вот, ну, специфический запах. И пшеница, да, пшеница, валяющая костромская. А третий, четвертый, пятый там уже завидуют. Все завидуют, да. И так вот. А правда ли, что костромские щи должны быть только на говяжьем блюне? Или они могут быть вообще на свином? Они могут быть, ну, это изначально, это деревенское блюдо. Например, вырастили, семья вырастила свинью. И она у нее уже разделана, где-нибудь на морозе лежит. Или тиренок, или медведя осенью поймали где-нибудь, или кабана на картофельнике. То есть любое мясо, причем я бы не стал делить вот там, берем такую-то часть или такую-то часть. Просто суповую такую кость нормально берем и делаем. Просто мясо и кость. Все, я все понял. Короче, бульон наварен, щеница нарублена, мясо я разобрал. Осталось что, картошка? Осталась большая луковица и две небольших морковки. Причем это все делается очень просто. Но я так понимаю, что это если мы берем про историю, про какие-то корни, все же печи готовилось. Да. Именно поэтому делается густой. Не жидкий, а густой. И крупный, это все вываривается. Да, 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 да. Это все разваливается, разваливается. И никаких этих не будет. Вот я делаю вот так, да? Достаточно. Так, работаем? Да. Все готовы? Да. Погнали. но пока реже высоко падать далеко брызгать на крупными частями нужно просто брать нарезать это вообще скороварка если вдруг кто не понял здесь такие две странные ручки одна круглая длинная за эту брать за эту придерживать еще белые сухие грибы они должны там быть или это можно вообще варить только щеница например лук морковь и сухие грибы можно варить и без них можно варить только на мясе можно варить только на грибах а мы сделаем совместно не каждый день снимаем совместная программа для того чтобы еще не алсу туда а сколько не знаю кило ну 30 граммов несколько да вот я обычно делала поменьше можно можно сделать так две трети для того чтобы произвольно а добавить потом еще чуть-чуть произвольно сделать и немножко свежей капусты все супер я тогда выкладываю вот такими же крупными кусками я нарезаю просто грибы не надо их там через мясорубку это все ерунда прямо нарезаем и так-то порезать мелко достаточно чтобы ложку попадала чувствовался гриб не меня есть ребята скажем октября то которые я смотрю они грузи соленых на фиговали в суд туда я говорю вот это вот белые еще раз повторюсь это сухие белые грибы которые я заранее замочил достаточно крупно то есть выкладываем так картофан картофан сейчас можно на тёрке а можно толкушкой просто и она была отварная отварил как называют в мундире то есть шкуре и сейчас она не выскакивает уже да но у меня кухонь к маленькая посудка вся маленькая для того чтобы приготовил это все равно всю съемочную команду приходится кормить не приходится смысле а вынужден кормить потому что девать некуда я по 6 литров если серьезно говорим три дня и 5 дней 12 супов получается наше производство ухрюкают они вообще достают носить на работу все просто раз когда когда такие надежды хушь так голова штука там у нас чиниться не будет она жесткая мы это нам надо его в часик скороварки на самом мелком огне чтобы еле-еле шипела она постоит то есть имитация печки а да мы же и и произвольно это уже вариации мы можем туда закладывать чуть-чуть свежей капусты можем не закладывать закладывать просто приехал раз это твоя история буквально вот так и она будет чувствовать добро 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 все я согласен я вообще как бы кто у меня подписчики есть кто со мной давно 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 знаю мне даже есть олежек в канаде и подписчик коллежек привет если вдруг увидишь этот ролик сейчас вспоминаю тебя добрым словом он говорит я на твой канал подписался из-за супов олежек у алексея только супы очень давай тоже туда подписаться планах сделать 500 супов то есть национальности времен стран уже сейчас сняли и марийские два супа вот недавно загрузил из гуси марийского супа сделали армянский суп никто не знаю только один хаш а какой армянский чечевицей из говядина чечевица лук резонец нет книга просто армянской кухни сейчас следующей серии будем снимать два армянских супа уже один с фрикадельками кстати с фарша мне подарила андрей макаревич недавно я приехал домой сразу же надо его снять это же история просто тупо из него котлеты подали мы сниму съемку программы делали я приехал фарш остался он говорит лёш возьми пачечку мы с иначе тоже себе две штучки возьмем фарша который мне подарил андрей макаревич еще вот я что-то прямо очень люблю топленое масло мы уже также вещь дайте нам крышку пожалуйста оттуда чтобы мы уже закрыли у нас начинает кипать и то есть по сути используя скороварку то есть под давлением да мы вот создаем во первых скорость увеличиваем приготовления во вторых мы создаем вот эффект русской печи когда все там танец они они кипит вот таким образом сейчас как раз я этим делом из изучаю потому что хочу построить тоже печь уже понимаю что действительно русские такие продукты исконно русские делаются в печи ноги бы конечно скороварки но очень хочется печку почему-то раз ты живешь к стране и воскрес до сюда владимире есть русская деревня с боссом и оттуда ученик который строил и новосибирске добрянки и во владимире и максиму сырникову он строил в осташкове короче этот вот один чувак и максим сырников говорит что он один из самых лучших кто понимает вообще как должна быть устроена печь печеников миллион также как и автопроизводители но почему-то не делают лада калина а вторые делают это мерседесе с классом ну что закладываем число до закладываем закладываем и закрываем все по я всегда люблю когда топленое масло конечно даст такую карамель вот суп это бомба нравится я обожаю все что связано с русской кухней может быть сначала пусть закипит чуть-чуть все она засвистит зашипит это значит в которых самогон советские времена зашипит и черт меряем 20 минут да я практикую скороварку но только у меня афганский казан но тоже самое да хороших в хлам развать хаш 30 минут варится я поэтому как бы опираясь на то что кость за 30 становится мягкой но уж клетчатка то наверное должно стать мягкой не 20 до 30 до руки погнали 35 40 минут где-то пришло мы заговорились и я даже выключил на скороварку пока она у нас прекращает но остывает для того чтобы давление спало не дай бог во первых она не даст открыться да пока да 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 можно подарки я же уехал в гости окей добро я же в гости от нашего стола вашему столу самое вкусное но мне нравится вот вот такая штука я тебе подарил со ссылкой на костромские вещи пожалуйста вариации от шеф-ковара как захотите точно такая баночка добра попал вот одну которую мы делали этот и тащить его точно такая же буквально все же самое кастрюль да я для того чтобы сразу там горячка так сказать не не поручили поставлю она еще у меня постоит подкис не дальше она может замерзать потому что она вообще стоит она ему не права замерзнуть ничего страшного не случится второе естественно космонской я очень сейчас нарезать это моржи это он только от того куска который походу это вот самый снежок который я самого детства помогал моему деду забывать мед ухаживать пчелами с ранней весны как они только выходят на позднюю ложку это настоящий мед сахаренный экологически чистого кастромской области 130 как будто страна постройки район если кто искать страны то это из-за страны за из-за страны языка этого нормально это сам нормально разные виды меда просто мне как написали ребята о том что типа у тебя это у тебя шняга он не должен засахариваться 47 я вот сколько себя помню столько и хожу и знаю что он просто не засахарится он дольше если все соты будут запечатаны полностью а если немножко совсем распечатана значит воздух оттуда еще пчела не забрала и не запаковал это ждать глупо время теряешь зачем нужно делать лишнюю работу искривить если сотый пол потом у нас есть небольшое хозяйство одна из самых вкусных вещей которые я знаю но это не магазинные это те которые купить эти перепива которые кормятся настоящим хорошим чётким кормом ну и хреновина хреб с помидоркой на черный хлеб в сибири называют горлодер кто-то называет хреновина 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 ну и вот меня когда мы сюда едем это основной наши такой продуктовый ну один из кастомской сыра все что привез это один из основных таких сувениров на то продается сувенирных лавках и на черных и и и Вы же специально запись не останавливаете, чтобы же дело смотрели, сколько это поднится. На канат столько стоит, конечно. Да, раз она сдвигается, у меня уже давление нет, но она все равно хлопок может быть этот. Это я пойти не могу. Последний вздох, последний выдох, все, щи готовы. Вот так вот они еще до сих пор кипят. Если бы не было таких кусочков моркови крупных, было бы уныло. Это опыт, но серые щи называются, потому что они такие непривлекательные на вид. Ну вот, картошечка тут же, да, у нас есть кусочки, да. При подавлении, кстати, картошка, нифига так быстро не разваривается. Кости быстрее разварят, чем картошка. Да. Она тушится больше. Тушеная, может даже появится. Нет, тут хорошо перебивает. Дальше, нифига перебивает все. И грибочки белые. Здорово. Здесь у нас и мясо и морковка. Чем отличаются щи от костромских щей? В костромске к костромским подают бутерброд с костромским сыром. Я никогда в жизни столько слова костромской не говорил в одном предложении. И это только начинал. Я еще дохреновывал. Естественно, я забыл одну вещь сказать. Почему костромские это называются? Не только по происхождению. В костроме не называются они костромские, просто называются щи. Сиденок щи. Почему? Почему? Потому что в советское время, ну это вот для тех, кто вот цепляется, в Вологодской области тоже варили. В Москве в ресторанах они варились и назывались именно костромские. А, понятно. Это историческое название, которое дали столице, наша родина, Москва дала этому продукту. Так же, как по аналогии там, например, баффало чики длинс, баффальские крылышки куриные, они же в баффало не называются. Да. В баффало чикин винс. Они называются по всему миру в ресторанах. Да. Особый рецепт приготовления. Готовый. Готовый. Но в баффало они не называются. У нас называется американские горки, а там они так и не называются. Американские горки, да? Соль. Сейчас я пока разгоню. 150. Я могу достать из бара, я сам не употребляю, поэтому я тоже. Мы главное не употребляем, а вина у меня в холодильнике целая. Годи гостям, пожалуйста. Ну вот такая вот. Такая вот. Жадай, я тоже так же. Поехали в Новороссийск. С вами нормально? Посмотрели все винодельни. Вина набрали кучу. Полный багажник автомобиля. Я из Грузии как еду. До гостей в гости в гости. Я из Грузии еду, но там уже не останавливают. Наверное, можно. Сколько у вас человек в машине? Я говорю, ну фоя. Что ж вы 37 литров вина так взять? Я говорю, а что нельзя? Я дальше не буду ничего рассказать. Ну а там недорого. Взяли по бутылочке от Роси его. Нормально? Угу. Вкусно. Если кто-то не любит лук, можно луковицу прямо цель набросить, а потом... А тут непонятно, что... А где он тут крупно нарезанный? Вот. Он раз разошел. Аккуратнее. У меня не раз еще с сыром ел щи такие. Да? В шефу понравилось. Огонь. Я как влюбитель супов могу сказать со стопроцентной уверенностью, что щита у нас получились. люди вот смотрят слюной истекают и не понимать какие на вкус на вкус они насыщенные мощные яркий капустный вкус у них утяжеляется в хорошем смысле этого слова грибным таким налетом потому что белый гриб всегда немножко утяжеляет делать зимнее блюдо такое мощное наваристое нет никакого не плавает сверху жир потому что во первых он ну говядинка была такая не очень жирная поэтому супы здесь опять же будет кабачек будет жирок сверху плавать там и если не да если кабан дикий соответственно да но я думаю что вот именно с серой капустой она как-то мясо что ли путевые так какую свою пеленула то есть нету яркого запада очень тяжело передать если человек не пробовал можно объяснить и призвать к тому чтобы люди находили в сетях есть но я меня в сетях не видел здесь москве ну может быть я не так часто хотя я вот хожу вот это можно с уверенностью назвать пером и жопы совы потому что многие люди в городах живущие вообще никогда не слышали о серой капусте давайте не затягивайте все уже было просто типа бла-бла-бла финале так друзья но очень вкусно по настоящему по-русски даже я бы сказал так с костромским жестким акцентом все я благодарен всячески как я человек любит любитель супов и фанат супов спасибо за подарки друзья на каналчик обязательно подписываемся на наш смысле на мой на канал алексей обязательно ссылочку в описании дадим приходите смотрите и как раз всем любителям супов вот нужно обязательно подписаться обязательно все я да жду а